Дорогие друзья, хотите знать мой маленький секрет, как мне удается попадать на радио, на телевидение, в прессу, в журналы, в газеты? Секрет очень простой на самом деле. Здравствуйте! С вами снова Николай Танский, создатель движения Настоящий Успех и президент Академии Настоящего Успеха. Ну, во-первых, я заметил, что... Я, во-первых, не так часто попадаю на средства массовой информации, просто не всегда мне это нужно. Но я заметил, что когда мне это нужно, мне есть что рассказать, мне есть о чем заявить, объявить, хочу какой-то свой продукт анонсировать, пропиарить. Я начинаю думать, было бы хорошо, если бы меня сейчас пригласило телевидение или радио, или журналы какие-то. И знаете что? Согласно закону притяжения, действительно, очень скоро кто-то звонит, кто-то пишет, кто-то рекомендует, кто-то спрашивает, не хочешь ли ты. И у меня это получается. С другой стороны, я для себя взял железное правило и обучил каждого сотрудника в компании у нас. Как только звонит офисный телефон, и кто-то спрашивает, и не важно кто, но если это средство массовой информации, и говорят, можно ли пригласить Николая на пробы, можно ли Николая пригласить на эфир, можно ли у Николая взять интервью. Я объяснил каждому нашему сотруднику. Первое, что вы говорите, да, можно. А уже потом звоните мне и спрашивайте, буду ли я в это время в стране, смогу ли я в это время быть. Как правило, если я в стране, я отодвину все свои встречи, потому что я знаю. Средство массовой информации, это очень сильное, мощное, кстати, мы сейчас находимся на радио Киев 98FM, где последние три недели у меня было аж 8 выходов в прямой эфир с темой формула настоящего успеха. И когда вам предлагают, нужно тут же соглашаться. Знаете почему? Потому что средства массовой информации, они очень переборчивы. Если вы сказали, я сейчас подумаю, дайте я сейчас свой календарь проверю, график согласую, они быстро открывают следующую страницу в поисковике и смотрят, кто еще в этой теме разбирается. Ну, конечно же, если вы очень большая звезда, и равных вам нет, и вы безупречный авторитет своей индустрии, и только вас хотят спросить, тогда вы, конечно, можете диктовать свои условия. Но в целом большинство из нас, мы, нам есть замена, есть конкуренты. Кстати, знаете, как обычно радио, телевидение меня находит? Я спрашиваю, как вы меня нашли? Говорят, ну мы ввели тему такую-то, духовность, например, и вы выпали нам, как человек, который обучает духовности. Вот мы вам и звоним. Поэтому два правила работы со средствами массовой информации, если для вашего бизнеса, для вашей карьеры это важно. Во-первых, у вас должно быть свое собственное намерение, вы сами должны знать и понимать, куда вы хотите прийти, на радио, на телевидение, в газету, в журнал, дать интервью, или статью написать, или колонку вообще завести. И начинайте в этом думать, излучать эти мысли во Вселенную, и тогда, согласно закону притяжения, это должно произойти. И второе правило, если вам сами звонят, и это для вас неожиданно, или даже ожидаемо, вы сразу же говорите «да, могу». Если вы находитесь в другой стране, вы соглашаетесь «да». И посмотрите, потому что на самом деле у меня были подобные случаи, когда я готов был из Америки лететь на пробы, из Америки лететь на прямой эфир. Из Швейцарии, я помню, мне звонили, я был в Швейцарии, говорили, могли бы вы выступить на радио у нас. И я понимаю, что это очень важный момент. И если вы избегаете средства массовой информации, кстати, еще одно правило, если вы не приходите на радио, на телевидение, в журналы, в газеты, и думаете, вот я поднатаскаю себя, научусь выступать, научусь говорить, а потом когда-нибудь это произойдет, я буду ходить. Нет, это никогда не произойдет. Начинайте сразу. Вы будете ошибаться, вы будете заикаться, вы будете заговариваться. Ну, это можно избежать, если вы будете хорошо себя готовить и планировать свое выступление. Но в целом нужно сразу же соглашаться. И если у вас нету опыта работы со средствами массовой информации, он будет приходить во время. Как моя жена Таня, тоже пару лет назад позвонили ей из всеукраинского радио, и говорят, а вы могли бы нам рассказать о том, как заботиться о своем здоровье? Таня перепуганная, но она знает мое правило. Она говорит, да. А потом еще несколько дней, Коля, а что я буду говорить? Коля, о чем мы говорили? Ну, я ее успокаивал несколько дней. Потом она пошла и прекрасно часовое интервью дала. Журналистка была просто в восторге. Кстати, это интервью на украинском языке есть на моем канале на YouTube. Татьяна Латанская, там на радио Промень, по-моему. В общем, вот такие вот дела. Еще раз, три правила, походу, родилось. Первое. Сами создавайте намерения, и вас будут приглашать в средства массовой информации. Второе. Как только средство массовой информации вам звонит, тут же соглашайтесь. И под них подстраивайте свой календарь. А третье. Если вам страшно, все равно соглашайтесь. Идите и набирайте опыта, набирайтесь опыта, и вы заметите, что чем дальше, чем больше, тем вы будете становиться все лучше и лучше. Здесь директор, кстати, канала Киев 98FM. Когда я выхожу прямо в эфир, он слушает, и он просто в восторге от того, что происходит. Но этого не было 5 лет назад, 7 лет назад, когда я только-только начинал. Нужно тренироваться, и у вас все будет всегда, со временем, обязательно получаться. Вот и все, что я хотел вам рассказать в этом коротком подкасте сегодня из студии прямого эфира радио Киев 98FM. С вами был ваш Николай Занский, и до встречи в следующем подкасте завтра. Почему завтра? Потому что подкасты я записываю для вас каждый день. Пока!